Эта неделя была невероятной для нашей компании, поистине удивительной. Во вторник мы победили в Джорджии, на Гавайях, в Миссисипи и Вашингтоне. Причем победили с рекордными показателями, к слову. Цифры просто безумные. Что, черт возьми, происходит? Здесь что-то происходит, потому что никто никогда не видел подобного. Никогда не видели таких чисел. Знаете, в чем дело? Они видят, насколько плохи эти люди, которые разрушают нашу страну. Вот что происходит. И это, по моему мнению, действительно так. И мы завоевали то, что называется номинацией республиканской партии на пост президента Соединенных Штатов. Запомните это. Запомните. Джо Байден представляет огромную угрозу для нашей демократии. Он — великая угроза для нашей демократии. Его некомпетентность является главной причиной. Также он использует Министерство юстиции и ФБР для преследования своего политического оппонента, которым случайно оказался я. Как нам идет? И он заставил мои рейтинги взлететь до небес. Повторите это еще раз или два. Как насчет еще пары обвинений, Джо? Они присылают мигрантов со всего мира, не только из Южной и Латинской Америки. Они отправляют их из Азии, из Африки, из Конго. Вчера вечером прибыли 22 человека из Конго. И Конго, я предполагаю, очень приятное место. Но они приехали из Конго, и они вышли из тюрьмы. Откуда вы? Из Конго. Какой у вас адрес? Тюрьма. Это жесткие люди. Они прибывают из Африки. Они прибывают из Азии. Они прибывают с Ближнего Востока. Если эти выборы не будут выиграны, я не уверен, что у вас когда-либо снова будут выборы в этой стране. Это имеет смысл. Я не думаю, что у вас будут другие выборы в этой стране, если мы не выиграем эти выборы. Я не думаю, что у вас будут выборы, или по крайней мере выборы, которые будут иметь значение. «Белая в спешках». И знаете что? Нам нужно что-то сделать по поводу Украины. Мы должны давать им деньги в долг, а не просто отправлять деньги. Мы должны давать им деньги в долг, чтобы если они выстоят, несмотря на колоссальные шансы, но если они выстоят, они должны будут вернуть нам деньги. Давайте им деньги в долг. Давайте их как займ. Пусть они будут немного любезны. Давайте им деньги в долг, а не просто вручайте им чек на 60 миллиардов.